Подножечко, нейтралочка, находится подножечко Супер! Ну что ж, джентльмены, давайте посмотрим на мотоцикл Видите, какая погода стоит мерзкая Не повезло с погодой, к сожалению, ничего не поделаешь Дождь, это нормально для этой части света Остров, ничего не поделаешь Будут дожди, будут ветры и так далее Но я нашел, посмотрите, укрытие для камеры Ну и сам немножко буду укрыт этими деревьями Так, чтобы камеру свою не намочить и чтобы звук работал Ну давайте пройдемся по характеристикам мотоцикла Двигатель 1802 кубических сантиметра Масляно-воздушного охлаждения Вот у него здесь oil cooler Охладитель масла Или как это правильно переводится на русский язык Не знаю И никогда не знал Вот, посмотрите Вот он Какая красота 67 киловатт Максимальная мощность развивается при 4750 оборотов в минуту То есть, в принципе, нормально И максимальный крутящий момент, который 158 ньютон-метров Просто, ну, просто охренительный крутящий момент, судя по цифрам При 3000 оборотов в минуту То есть, довольно рано Довольно рано Я бы не сказал То есть, конечно, чувствуется крутящий момент Но я бы не сказал, что он как-то, ну, просто ужасно чувствуется Да, вот Это вопрос ощущений У меня, например, на Diable были Наверное, самые-самые мои Сильные ощущения от крутящего момента Может быть, потому что Diable гораздо легче Но это вопрос ощущений Максимальная скорость, как BMW говорит Больше 110 миль в час Ну, наверное, где-то так и есть Не какой-то он супер-супер-быстрый Расход топлива 5,6 литров на 100 километров На мотоцикле стоит вал И что интересно с этим валом То, что он открыт Посмотрите Он прямо-таки выставлен на всеобщее обозрение И мне это очень нравится Не знаю, как за ним ухаживать Не будет ли он, не приведи Господь, ржаветь Но тут какой-то, наверное, сплав Я не знаю Не знаю, леди и джентльмены Выглядит очень хорошо Но не знаю, как за ним нужно ухаживать Для того, чтобы он и дальше выглядел хорошо Впереди у нас телескопическая вилка Она нерегулируемая Вот такая солидная Выглядит очень-очень мощно Вот, а сзади Вот там вот стоит шок Он как-то у них по-другому называется Но я вам даже, блин, этого не скажу Задняя подвеска Она не очень Не очень, как вам сказать Мягкая, скажем так Она жесткая 90 миллиметров у нее ход Ход передней подвески 120 миллиметров По передней подвеске ничего не скажу Вот, а задняя, конечно, немножко это Трясет Трясет, в общем Должен сказать Колесная база 1731 миллиметр Колеса на спицах Посмотрите Придется вам их мыть Джентльмены Или нанять кого-нибудь Кого-нибудь нанять мальчика Чтобы вам мыл Эти спицы Вот Что на переднем, что на заднем колесе Это не так просто Потому что мешают эти Спереди мешают диски Тормозные А сзади Там еще и шафт Расположен Впереди у нас колесо 120 на 70 Тр-19 Вот И сзади 180 на 65 Вот Такое колесо Сзади у нас Один диск тормозной 300 миллиметров Давайте обойду его Вот 300 миллиметров В диаметре Четырех поршневые Тормоза Сзади Вот Что очень Очень хорошо И кстати Хороший задний тормоз Ничего не скажешь Впереди Два диска По 300 миллиметров И тоже Четырех поршневые Тормоза Бренд Бренд BMW Я сейчас Не могу вспомнить Точно какая Фирма Их производит Слушайте Если вспомню То скажу Или напишу Не могу вспомнить Ими Вот крыло Крыло Самое простое Вот Думаю Что будет Немножко закидывать Сюда грязь От крыла Может быть Надо что-то подумать И здесь Что-то поставить Ну сейчас Он пока Как бы Сравнительно чистый И как бы Вроде Как бы Ничего Естественно На мотоцикле Стоит EBS И Тракшн контрол Высота По седлу 690 миллиметров Вот Сидение Сидение Жестковатое Красивое Но жестковатое Впрочем Я бы Конечно Ну не знаю Как вы А я бы поставил Другое сидение По-любому Для того Чтобы поставить Сисибар Чтобы здесь Было пассажирское Сидение Но не для того Чтобы пассажир возить А скорее Чтобы возить Какой-нибудь багаж Куда-нибудь далеко Вот Ну или Не очень далеко В магазин Например Поехать Запьем Как С рюкзаком Не очень А когда Сисибар есть Или заднее сидение Уже туда Можно что-то Привязать Вес мотоцикла 345 килограмм И вес Это чувствуется Чувствуется Хотя Центре тяжести Низко Но Чувствуется Все равно Особенно Когда он заводится Когда он заводится Вот этот Благодаря этому Гироскопическому Эффекту Влево Его прямо Так Бросает И чувствуется Сразу Вот Ну Что Ну Все таки Он низко Этот Центр тяжести Благодаря этому Можно его удержать Что касается Дизайна Ну Дизайн Мне в общем Нравится Я как-то Его не первый раз Вижу Я видел его У нашего Дилера В Йорке Вот И как-то Мне так Показалось Что А и так Ничего и особенного На картинке Вообще Не зашел Он мне Вот А Сейчас Смотрю И вот Нравится Хотя он Мокрый Может потому Что он мокрый Потому и нравится Вот Как бы Такой Симпатичный Эти конечно Торчащие Цилиндры Этого Двигателя Боксера Очень Очень Большие И из-за них Конечно Ничего нельзя Сделать С подножками Подножки Прямо Под вами Находятся Вот Но мы Посмотрим На посадку Вот Боковая Подножка Посмотрите Очень солидная Кстати Достается Довольно Просто Убирается Чуть похоже Потому что Нужно тянуться За ней Но Тоже Без проблем И Такая Очень Очень Солидная Трубы Эти мне Не нравятся Это вопрос Вкуса Понятно У каждого Свои Представления О красоте Но мне Они не нравятся Звучат Они неплохо Но Тихо Вот Может быть Слишком Тихо Я не то Чтобы сторонник Громких Глушителей Нет Совсем Нет Но Хотелось бы Какой то звук Чтобы он Все таки Издавал Они Как летучий Голландец Бесшумно Скользил По волнам Понимаете Меня О чем я Вот Вот эти все Пребамасы Все вот эти R18 First edition Тут 1800 cc Чтобы не дай бог Кто-нибудь не перепутал Это с хондой Rebell Да То есть тут конкретно 1800 cc И BMW А не какая нибудь фигня Нравятся мне Вот эти Как их называются Индикаторы Которые под рулем Харлеевская тема Мотоцикл этот Леди и джентльмены Не для вас И не для нас Этот мотоцикл Для Амиры Концев Вот Насколько я Мог понять Из того что Прочитал Я не буду здесь Говорить про маркетинга Без меня есть Желающих Говорить про маркетинг Меня это не особо Интересует Но Он конечно Рассчитан на Дороги Американские Прямые дороги По которым Едешь без поворотов И так далее И так далее Получаешь Кучу удовольствия То есть он Не для наших Не для британских Дорог Не знаю Можно конечно Ездить Все можно делать Везде Можно ездить На всем На велосипеде На чем угодно Но Но вот так Вот То есть вот Как это все В принципе Выглядит Давайте я Включу Эту панель Включается Она вот этой Кнопочкой Вот она Включилась Мы к ней Сейчас подойдем Попозже Вот так вот Здесь горят Габаритные Эти огни LED Кстати красиво Ничего не скажешь Крыло Мне нравится Это крыло Вот Посмотрите Сиденье С шильдиком Этим BMW Опять таки Это постоянно Напоминание Что не хухры-мухры Вот А здесь У нас Панель Панель Ну простая Она Она Сам ее вид Дизайн Меня устраивает Что меня не устраивает В ней Это то Что в ней Нет Указателя Остатка топлива Да Нет Датчика топлива То есть Это Блин Неудобно Вот Вы может быть Подумаете Что это Типа не имеет Никакого значения Ну по крайней мере Здесь В Британии Так вот Я вам говорю Что вы заедете Куда-нибудь В Шотландию Как я вот заехал В выходной день И бах Выясняется Заправка закрыта Вторая закрыта И едешь И боишься Дотянешь Или не дотянешь Вот Такое случалось У меня И в Шотландии И между прочим Случалось Даже в Уэльсе Вот А так Вид Вид здесь Очень-очень нравится Вот Мы видели С вами вместе Как его заправлять К сожалению Нужно использовать ключ Да Для того Чтобы открыть Эту крышку Это Вообще Не знаю Я не понимаю В чем В чем идея Мотоцикл этот стоит Леди и джентльмены 19 тысяч фунтов То есть Он стоит Аккуратно Как два моих Спидмастера Но можно было Вот это сделать Или может быть Можно было бы Хотя бы Я не знаю Ну Поставить Круйз контроль Что ли Который у меня есть Вот посмотрите Фара Фара мне нравится Все красиво И все Такого Симпатично Вообще Здорово Ну Мне Не знаю Наверное Мне Больше всего нравится Вид спереди С этими цилиндрами Посмотрите Такая шайба Хотя Избоку Тоже Выглядит Хорошо Ну Хорошо Он выглядит Что ей Говорить И Очень-очень Нравится То Что Вот Это 2 Вот Так Вот Он Выставлен На всеобщее Обозрение Это Тоже Очень Очень Хорошо Вот Супер По дизайну Конечно Можно поставить Ему Такую Пятерку Вот Здесь Закрывается Судя по всему Ключом Блокирует Блокировка Руля Тоже Кстати Можно было бы Сделать Электронное За такие-то Деньги Ну Вот Все это С моей точки Зрения Какая-то Профанация Блин Даже Здесь Шильдик Поставили Видите Сзади Тоже Кстати Хорошо Смотрится Хорошо Смотрится На него Наверняка Можно повесить Сумки Но они будут За страшные Деньги Поэтому Лучше Купить Где-нибудь У другого Производителя Кучу Производят Для Харлеев Для Триемфов Для Я не знаю Наверняка Сюда Подойдет Вот Руль Хороший Широкий Руль Мне Удобно Ладно Об этом Потом Сейчас Когда На посадку Зеркала Ну Зеркала Вот Зеркала Как Зеркала В общем Нормально Зеркала Видно в них Хорошо Они не вибрируют Что еще надо Здесь у нас Посмотрите Вот такие Ручки Кстати Неплохие Даже уже Подпиленные Смотрите Вот уроните Она сломается Здесь Да А не здесь Вот И поедете В гараж Спокойно То есть Это правильно Все сделано Не надо их Перепокупать И переставлять И здесь С ручкой Тормозом То же самое Видите Точно так же Она тут поставлена Что еще Тут можно сказать Не знаю Дизайн По дизайну Ну нет Наверное Вопросов Хороший дизайн Прекрасный дизайн Не буду сравнивать С Рокетом Там другой дизайн Но и тот красивый И этот красивый Вот этот Кстати Рычаг Я вам потом покажу Это Включается Задний Задний ход У него есть Задний ход Вот Что еще Можно сказать Подножки Расположены Прямо Под вами Ну ладно Я думаю Это лучше Показать Так сказать На местности Надо сесть И Показать Ну давайте Леди Джентльмены Приходится Садиться На мокрое сидение Что не сделаешь Ради ютуба Да Значит Вот она посадка Шлем мешает Мне Смотреть Вот она посадка Да То есть Видите Какой изгиб Колена Здесь колена Практически нет Сидишь Немножко Как на стуле Вот Вперед Их не переставить Никак Будут мешать Эти горшки Чем-то похоже На Не знаю Голдвин Какой-нибудь Да Там тоже Такие же Но не такие большие Но вот Там Если мне память не изменяет У них там есть Даже какие-то Эти подножки Которые можно Отодвинуть Вот тогда ноги у вас Широко там будут стоять Но я не уверен Я на них не ездил Вот Просто где-то я слышал Такое Или видел Я лишь не помню Вот такой вот Вот такая посадка Наклона Большого нет Сидишь Немножко Сутулившись То есть Под меня он подходит Если вы выше То у вас колени Немножко будут больше Понятно Седло Она будет менять И тогда Может быть Там что-то Как-то получше Но в существующем седле Сильно назад Вы не двинетесь Потому что Здесь Ну такая выемка Есть Как бы Да Вот И Не уверен Что тут можно Что-то много Сделать С этим Что еще Вот Если я его Поставлю прямо То вот у вас Получается Как бы Вот так вы и стоите Да То есть Вы достаете До земли По любому С любым Ростом И так далее Что интересно Я думаю Вот этот мотоцикл Он как бы Вот в таком виде Как он мне достался Он подходит Человеку Невысокого роста Высокого роста Человеку Он уже что-то делать Однозначно Вот Но Небольшого роста Человеку Соответственно У него физической силы Меньше Да Ну обычно Обычно Да Вот То есть Мотоцикл Большой Тяжелый А сделан На человека Не сильно большого И не сильно сильного Да Ну я знаю Такая у меня Мысль пришла в голову Сейчас неожиданно Ну вот Давайте посмотрим Задний ход Вот он здесь Как камеру Примостить Вот этот рычажок Который я Опускаю вниз Вот я опустил Его вниз И видите Здесь загорелось Реверс Вот Вот я его завел И для того Чтобы двинуться назад Нажимаете На эту кнопочку Нужно убрать Подножку Сори Видите Поехал назад Да Интересно Правда Вот А дальше Поворачивать ее Вверх Неудобно Правда Вот И Соответственно Двигайтесь вперед Включение первой скорости Часто бывает такое Без всякого звука И как-то Не информативно Мне это не очень нравится Здесь Включение первой скорости Не очень хорошо Вот Не видно вам Будет Наверное Подножка Это Вот она здесь Расположена Блин Многие Могли бы быть И по длине Вот Но достается Вот такие дела По По посадке Сейчас я попробую Его развернуть Вот там Переставлю камеру И посмотрите И разворачивать Его будет В принципе Не сложно Я думаю Вот у него Видите Вот такой Вот Угол Поворота Руля То есть Он не маленький Но я не буду Сильно Тут Упражняться С ним Очень он Тяжелый Все таки Очень тяжелый И Рисковать Не хочу Дорогой Зараза Если что Придется Платить Кучу денег Красавец вот так в принципе разворачивается вот резкий какой тормоз всегда надо помнить что она тяжелый и как бы не расслабляться вот собственно и все посмотрим леди джентльмены можно ехать дальше и сказать какие-то выводы по этому мотоциклу что еще посмотреть что еще придет в голову и если что толковое придет рассказать вам или бестолковые тоже рассказать вам по-любому хаки поехали и а и и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон